Приветствуем, друзья, на библейском портале экзегет. Ответы на ваши вопросы. Правильно ли иметь сомнения? Нет. Ну, вы скажете, что за вопрос. Давайте будем такими тупыми и упертыми, что без всяких сомнений делать только то, что взбрело нам в голову и что кажется нам правильным. Сколь прекраснее в нашем представлении человек размышляющий, сомневающийся, осторожный, который семь раз отмерит, один раз отрежет. Что такое семь раз отмеряющий? Это сомневающийся. А правильно ли я замерил в первый раз? Перемерю-ка еще разок. Ну вот, вроде правильно. Но ты всего два раза отмерил. Два раза можно ошибиться. Давайте уж третий. С третьего уж точно не ошибусь. Точно. Та самая мера, которая в первые два раза указала на то же расстояние. Что ж, теперь можно успокоиться? Нет. Вновь и вновь. А вдруг мерило не совсем точное. Уточним измерение по другой линейке. Ага. И в четвертый раз, оказывается, тоже. Подожди. Но правильно ли я смотрел? Правильно ли записывал с самого первого раза? Не скралась ли какая-то ошибка? От чего мы замеряли? От каемочки или от ее внутренности? И пятый раз не лишний. И так до бесконечности. Семь раз отмерь, один раз отрежь. Сомневающийся интеллигент. Сомневающийся человек негордый. Сомневающийся человек осторожный и благоразумный. Какое же место сомнений в нашей жизни, если Священное Писание возвещает нам нечто противоположное и даже неожиданное? «Все делайте без ропота и сомнений», призывает апостол Павел в послании к филиппийцам. И апостол Иаков с ним совершенно согласен. Да просит, не имеющий мудрости, у Бога все дающего просто и без упреков. Но да просит без сомнения, искренне доверяя Богу, ищущему для нас совершенного блага. В послании к римлянам апостола Павла мы слышим о сомневающийся, если и ест что-то, вопреки правилам поста, он осуждается, потому что не по вере поступает. Огромное благо не сомневаться. Но как это можно, если мы с вами не источники истины? И немногие из нас, я думаю, себя, очертя голову, нимбом, считают непогрешимыми в вопросах или в решениях, которые принимают. Конечно, спасение во многом совете, говорит Премудрый. Сомнения наши по ходу жизни основаны на божественном откровении о человеке. Мы знаем, что хоть и созданы были прекрасными и венцами тварного мира люди, Адам и Ева, но при этом пришли в состояние глубокого повреждения всей нашей природы в результате грехопадения. Поэтому, ныне, живя в мире уже христианском, когда Господь Иисус Христос исполнил обетование, семя жены сотрет главу змия и поразил во главу сатану и явил победу над властью греха и смерти своим воскресением, мы с вами облагодатствованы Его милостью, Его протянутой для нашего спасения божественной рукой, опершись на которую, воспользовавшись которой, мы с вами можем вернуться к утерянному совершенству и к тому единству с Богом, ради которого мы с вами и созданы. Итак, у нас есть два обстоятельства, которые мы не должны забывать. С одной стороны, мы подобны Богу и образу Его по своим свободной воле, уму, чувствам, по своей устремленности к Богу, по своему различию добра и зла, но при этом мы находимся в поврежденном состоянии. И грех, войдя в человеческую природу, разрушает ее, и грех продолжает жить в нас, несмотря на то, что мы приняли с вами святое крещение, сподобились обновления жизни, предназначенное к единству вечному со Христом, в жизнь вечную устремлена наша временная жизнь, но мы продолжаем нести на себе последствия грехопадения. И наши личные грехи, и тот первородный грех, который прощается нам в таинстве крещения, но тем не менее очищается с нас, но тем не менее продолжает в некоторых последствиях, отражениях присутствовать в нашей жизни, влияя дурными навыками, склонностями к служению своим собственным страстям, присутствовать в нас, мы призваны ничуть не сомневаться в величии и могуществе Божьем, спасающем нас, но при этом учитывать свою ограниченность и, восходя по ступеням исполнения воли Божьей, заповедей Божьих, стремясь всю свою жизнь положить на приближение к Нему, в этом отношении, без всякого сомнения и размышления, действуя, не пытаясь разумом постичь необъятного Бога, но веря Его обетованиям и преклоняясь пред Его образом, пред Его святой волей, мы, однако, призваны чувствовать свою греховность, потому дело самоукорения, дело осторожности в жизни нужно воспринять за решительное. Итак, не должно быть сомнений в действии Божьем и в благодати Его в отношении нас, в Его любви к нам, в Его промысле о нас, но при этом всякая осторожность в выборе собственного следующего шага присуща благоразумному. Без роптания и размышления о причинах бытия, о последствиях нашей земной жизни должно быть нам присуще. Сказать словами богословскими, должно быть у нас догматическое сознание. У человека, понимающего, сколь важны и основательны вероучительные истины православия, пропадает та странная внутренняя неустойчивость, которая присуща людям века сего. Для них, как для детей, очевидна объективность, правда, Слова Божьего. И вот в этом основном положении жизни, в котором мы знаем, что Бог мир сотворил, и венец в этом мире человек, и был он совершенен, но стал падшим, и Господь обещал не оставить его в таком состоянии, но извести его в свободу чад Божьих своей собственной жертвенной смертью за грехи человечества, своим вычеловечиванием, и последующим воскресением своим, и обетованием Духа Святого, и дарованием этого Духа Церкви. И вот все это, принимая как некоторую ясную данность, человек верующий пребывает в некоторой совершенной простоте, ничуть не смущаясь и не сомневаясь, что всякое дыхание призвано хвалить Господа, что всякое движение наше возможно в связи с тем, что Господь дарует нам жизненные силы и возможность что-либо совершать, что окончание земной жизни нашей есть начало жизни вечной, что Бог вездесущ и всемогущ, и вот в этом основном жизненном исповедании належит иметь полную детскую ясную простоту. Вот об этой бессомненности и говорит Священное Писание. Именно к ней призывает она, оно, Священное Писание всякого человека, приобрести эту простоту в вере, детскую простоту по вере во Христа и в Пресвятую Троицу, и в тот промысл, который ведет нас к вечному спасению. А вот уже наше непосредственное следование по путям жизни требует осторожности. Мы с вами люди небезгрешные, мы с вами люди, то и дело, смущаемые различными движениями стихий земных, греховных, которые то в одну, то в другую, то в третью сторону пытаются склонить и ум нашу, и волю нашу, и привести к падению. К тому надлежит иметь осторожность и совет с опытными, и постоянное покаяние и самоукорение, в котором мы сознаем ограниченность и ущербность нас самих, мы сознаем, расписываемся в собственной беспомощности, спастись без Божьей помощи и без совета, без опоры, без благодатной помощи нашего духовного наставника, священника, церковного, который и становится нашим пастырем к небесным чертогам, к вечному спасению. Так что сомневаться будем в самих себе, сомневаться будем в том, что приходит нам на ум и на сердце, сомневаться будем в том, что предлагают нам ближние, ибо и они часто не семи пядей во лбу, а и желая что-нибудь доброе привнести в нашу жизнь, вносят вместе со своими предложениями кучу страстей и собственных ошибок и смущений. Так что, являя всякую осторожность и осмотрительность, будем совершенной детской простотой доверять Богу, который всегда и созерцает нас и наше сердце, и являет свою стремительную помощь всем тем, кто о ней просит. Внеси свой вклад, оцени, подпишись и поделись этим видео. Субтитры создавал DimaTorzok